С одной стороны, вам говорят, что у вас слишком большие доходы, в то время как мы остро нуждаемся в 87 тысячах новых агентов финансового контроля, и в то же время они отправляют десятки миллиардов долларов украинскому королю поберушек, головорезу в трениках, постоянно требующему денег. И это уже через край. Поэтому мы решили сделать небольшую видеоподборку из последних требований Зеленского, не просьб, а требований. Смотрите. План по экологическим инициативам и глобальному потеплению – это одна из причин, по которой рушится наша экономика. Вторая причина – это Украина. Мы ускоряем, а точнее нарываемся на прямую войну с Россией в этот момент, что взвинтило цены на энергию по всему миру, и ситуация ухудшается. Конгресс каким-то образом одобрил более 90 миллиардов долларов для Украины только в этом году. Это вдвое больше, чем мы использовали ежегодно в Афганистане, и намного больше, чем годовой военный бюджет России. Но этого все недостаточно украинскому президенту Зеленскому. И он даже не просит денег у Конгресса. Он их требует. Вот подборка его хотелок за последние три месяца. Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты проявили лидерские качества и предоставили Украине системы под этим обосновленной обороны. Но политики этого им близко недостаточно. Чтобы восстановить гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты и дома украинцев, у нас в стране есть две большие нужды. Это 38 миллиардов долларов для покрытия депутата бюджета. До следующий год. До другие 17 миллиардов долларов, которые утвердил Мировой Банк, на нужды восстановления инфраструктуры, мы были бы очень рады помощи, особенно если бы ее разбеды оставились прежними. И всеобщей помощи населения Соединенных Штатов. В особенности американских налогоплотильщиков, потому что в конце концов, это деньги негосударственные, это их деньги. Не в курсе, что за чел? Кто это? Какой-то украинский прогнивший политикан и требует с нас деньги? Откуда у него столько наглости? Тодд Вуд, основатель Сидимедиа и бывший пилот спецназа, присоединяется к нам. Тодд, спасибо, что пришли. Вопрос такой, на основании чего Зеленский себя так ведет? Он не просит. Он требует от Конгресса Соединенных Штатов финансировать его правительство не только войну, но и зарплату его бюрократов. Вы знаете, Зеленского привел к власти олигарх Игорь Коломойский, против которого недавно Зеленский инициировал уголовное преследование на Украине. И это кое о чем говорит, о том, что у Зеленского сейчас куда более влиятельные, сильные и богатые благодетели, коими являются администрация Байдена, Мировой экономический форум и клика, которая все это продвигает в Соединенных Штатах. Зеленский сейчас не служит интересам граждан Украины, которые тяжело страдают. На Украине у нас работает целая команда со времен Майдана 2014-го. На протяжении месяцев мы слышим, а где вся наша помощь, которая туда идет, мы ничего не видим. Наши команды отправились в Польшу с нашими же средствами, чтобы купить там медикаменты и продукты для людей. Большое количество украинцев сейчас не имеет воды, электричества или тепла. На носу зима, подумайте об этом. Многие из граждан живут в многоэтажках еще советской постройки. И это действительно катастрофа, но Зеленский не работает в интересах своих граждан, а в интересах чужого большого плана. Итак, 90 миллиардов долларов аудита не было, куда они потрачены. Демократы в Конгрессе сопротивляются аудиту. Им что, самим не интересно? Потому что, пожалуй, послушайте, вам нужно понять, что на Украине огромное число компаний по отмыванию денег. По нашим оценкам, не более 30% поставок и вооружений доходят до тех мест, куда они предназначались. Много улик на это указывает. Мы с вами говорили недавно. Например, упавший в Греции самолет, перевозивший оружие неизвестно куда. Эти деньги уходят не туда, куда они предназначались. Очень много денег оседает в офшорах. Мы говорили с вами об особняках, что подтверждают многочисленные доклады о том, что украинские чиновники покупают себе в офшорах недвижимость. Им не нужен мир. Им нужно, чтобы деньги продолжали оседать в карманах военных промышленников Соединенных Штатов. И я с нетерпением жду, когда республиканцы займут Конгресс, и, возможно, этот денежный поток остановится. Что ж, посмотрим. Надеюсь на это. Но, видите ли, очень многие достойные консерваторы, как Джонни Эрнст, они поддерживают это. И многим республиканцам нужно еще проснуться и понять, насколько глубоко они заблуждаются. Тот Двуд. Спасибо, что пришли сегодня. Продолжение следует...